всем привет добро пожаловать на пару вот видите теперь как поздно выходим из дома вернее не поздно но уже темно я сейчас иду на разведку у нас перенесли мусорный контейнер в какое-то другое место вот мне нужно найти его а вот это смотрите у нас открыли хобби-центр в помещении где всю жизнь находился магазин сначала овощной потом был просто супермаркет надо в этот магазинчик зайти в основе сцена продается вот совсем недавно мы рассказывали вам что были в щуке таком же будут только большом хобби-центре на пятом этаже а теперь у нас открыли вот буду сейчас по всяким подворотнем ходить искать куда перенесли мне кажется вот где-то здесь но где на самом деле не знаю на обратном пути я захожу в этот магазинчик не знаю правда можно ли там снимать или совсем недавно открыли до 9 работает здесь так красивенько все украшено но полки еще такие полупустые акварельки смешные рюкзачки подрамники но очень креативно все сделаете вот такие толстяные стены ну а сегодня еще я буду готовить капкейки первый раз в жизни я думаю что ничего сложного в этом нет ну просто они как бы вот любимое блюдо а не я здесь она оператор я решила все таки приготовиться она мне уже все уши прожужжала капкейки капкейки я просто их называю кексики ну в общем сегодня буду готовить банановые капкейки на приготовление нужно 100 грамм масла это для теста сначала 100 грамм масла 2 яйца 150 грамм сахара 250 грамм муки 2 банана и еще нужна сода или разрыхлитель но я беру соду гашеную в уксусе 1 чайная ложка и и сначала растираю масло с сахаром но это будет длительный процесс поэтому пока отключимся я сейчас разнострую и потом приглашу вас слово теперь добавляем в растертое масло с сахаром вот видите оно уже побелело два яйца хорошенько все это перемешиваем это тоже наверное должно и после того как все это станет однородной массой добавляем бананы которые добрая Аня нам размяла да не в пюрочку превратила это нечто пытается сбежать с дивана и пойти что нибудь украсть верещалка ты что верещишь песенка песенка наша ты что мы гасим соду теперь добавляем гашеную в уксусе соду и 250 граммов муки и замешиваем тесто тоже процесс не быстрый отдыхайте все тесто готово теперь нужно разложить по формочкам как всегда проблема я купила только одну вот такую с широким диаметром у меня всего на 6 штук а вообще тесто рассчитано на 12 штук но у меня есть еще вот такие узенькие вот эти широкие эти да широкие пошире а эти языки поуже ну вот сколько получится в общем короче говоря накладывать тесто нужно где-то примерно две трети по высоте чтобы оно поднималось нормально тесто видите такое не очень густое Бася она уже нас замучила просто так значит вот ну печем первый раз посмотрим что как всегда вы присутствуете при взлетах и падениях на наших посмотрим на наших ошибках будете учиться мне очень нравится вот эти штучки ну вот видишь они тоже под горошек как бы попали и вот такие разноцветные горошки ну что вы без нас будете продолжать дальше у нас греется духовка до 180 градусов и выпекать нужно как написано где-то 15-20 минут тоже посмотрим какая будет готовность потом скажу а в это время ты будешь делать нет 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 а в это время я ничего не буду делать я ничего не буду делать ну вот что получилось вот эти шесть широкеньких и такие струбушки остальные запах просто неимоверный и пока сейчас они остывают я делаю крем для крема нам нужно 200 грамм сахарной пудры 5 грамм ванилина 200 грамм сливочного масла 200 грамм сахарной пудры как я уже сказала и еще нужен коньяк или десертное вино но у нас только вот на донышке текилы добавлю в конце текилы и сейчас в течение 10-15 минут происходит взбивание крема с постепенным добавлением сахарной пудры ну вот крем готов теперь я его накладываю в кондитерский рукав очень вкусный крем я уже попробовала ну конечно дегустация уже проведена да если тебе повезет то остальное тоже удерживай давай это Аня украшает сказала что я неправильно украшаю что слишком тонкая какая-то струя ну она по капкейкам больший специалист вот это мой такая мороженка сверху ну вот наконец собака добралась до рук а да собака до рук ну вот такое получилось чудо прелесть прелесть всем приятного аппетита приятного чаепития может быть вам это тоже понравится поделитесь своими своими творениями всем привет ну Аня сегодня за кадром была я еще не здоровалась и в тему сегодняшнего влога вопрос от Марина Романович скажите а правда что путь к сердцу мужчины лежит через желудок действительно ли так важно уметь хорошо готовить я не умею готовить она сочиняю все все кто меня слышит услышите я не умею готовить бася фу и всем это рассказываю я думаю что к сердцу любого человека путь лежит через его желудок да девушка кстати тоже можно заманить для любого человека если он голодный он становится сначала накормить озверевшим а потом сообщайте плохие новости уже можете разговаривать расслабьте его для начала но вы знаете бывают семьи в которых действительно женщина вообще не умеет готовить то очень хорошо готовит мужчина бывают семьи в которых бася и тот и другой хорошо готовит у меня вот один папа мой муж очень хорошо готовил сын мой очень хорошо готовил ну в принципе но готовила мама в основном все равно ну ты знаешь кстати вот когда мы без тебя жили еще тебя не было то есть я все испортила нет просто я уже не работала с тобой а когда тебя не было я приходила вечером и всегда папа ужин готовил поэтому ты захотела остаться с ним а потом он испортился перестал ужин готовить да ну там шашлыки готовил шикарные и блины шикарные нет на самом деле и яичница и Андрюшка любую еду ты чего мог приготовить ну в общем короче говоря иди сюда все любого человека надо накормить недаром живу прям вот как только с дороги человек приезжал раньше сразу же его за стол сажали а я в институте когда училась на выходные приходила к своей тете вот прям вы знаете только дверь она открывала и говорила сразу лялька иди на кухню ешь то есть действительно сначала надо человека накормить вот такой у нас один будет сегодня вопрос потому что мы уже сегодня вам упоказывались этих капкейков от которых теперь у нас сахарная кона ужас слушай ты такой сладкий лиц рецепт ну ты же сама сказала что капкейки все такие ну по большей части да но это в основном из-за крема но не только там и в тесте оно в тесто мне очень понравилось тесто тоже очень сладкое мне очень понравилось я все таки еще их не очень сильно понимаю все капкейки честно говоря ну что я вам могу сказать мусорный бак я все таки нашла и вы знаете я поняла у нас вот этот контейнер ну он огромный гигантский это просто как вот с самосвала прям вот этот контейнер спускают он огромный стоит и он у нас стоял на виду портил наш и видимо он портил наш переулок но дело не в этом а дело в том что там сразу было видно что мусор не вывезен и вот я его теперь нашла в подворотне в арке там во внутреннем дворике и не только он полный а вокруг него столько навалено мусора и теперь никто не будет вывозить потому что никому не видно ну и нам конечно подальше идти и совсем не по пути и не по дороге в общем благодарность я благодарна что я все таки его нашла так что мусор теперь знаем куда выносить я благодарна что мама сегодня приготовила капкейки это произошло в 4 часа ночи я даже не ожидала что ты соберешься уже практически перед сном это сделать но мне все равно мне очень понравилось тесто и вообще капкейки я очень люблю и еще я благодарна это я обожглась? не сегодня позавчера по моему мама у меня болит пальчик так вообще лежать я слежу за собакой чтобы она ничего не делала маме вот и еще я благодарна что я все таки тьфу тьфу вроде как лучше себя чувствую просто мне послезавтра на работу поэтому я рассчитываю что все таки я должна выздороветь немного ну а я сегодня вы видели на улице побыла походила по некоторым делам и погода была хорошая ну в общем конечно пасмурно и так немножко моросит что-то но в целом тепло и мне очень понравилось я даже вся взмыленная пришла и пожалела что я куртку одела а не пальто ну а мы с вами обязательно увидимся завтра мы желаем вам прекрасных выходных обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра счастливого дня и спокойной ночи счастливого уикенда пока-пока неправильно пока-пока пока-пока